Добрый вечер! Добрый вечер! Я считаю, что кандидат, который будет делегатом 5-го Всебелорусского народного собрания, должен быть человек, который знает, чем живет страна, который знает, какие есть проблемы, который должен видеть пути разрешения этих проблем и который является человеком ответственным прежде всего на своем рабочем месте. В Гомельском Державном Техническом Университете и Мясо Хога на городский сход обраны опять у повноваженных. Тут так само доброведаются, каких выников чекают от работы 5-го Всебелорусского народного схода. Перш за все, необходимо обмерковать на керунки развития Беларуси на наступные 5 годов. Ректор университета Сергей Тимошин был удельником попереднего форума. Кажет, что и на посаджениях, и у кулуарах тут обмерковываются вопросы с оправдой державного узровня, причем во всех сферах, включающие эдукацию. Для высшейшей навычальной установки это программа перспективного развития. Образование является стратегическим ресурсом. Необходимо менять структуру подготовки специалистов в соответствии с нужными запросами экономики. Готовить прежде всего инженерно-технических работников и других востребованных специалистов в народном хозяйстве. Олег Сенцюров, Сергей Нігеревич, Игар Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». На 12-м национальном конкурсе, друкованных сродков массовой информации, газета «Светлогорские новины» трапила у лік номинантов на гран-при. А черговую золотую літеру у «Гомель» привезли журналисты «Гомельских ведомостей». У гэтым годзе организаторы вырошили проводить для республиканских и региональных СМИ один конкурс. Тем больше, значное можно лечить отриманную узнагороду. Усяго на национальный конкурс друкованных СМИ сёлята было подадено каля 230 заяв. Гомельские ведомости стали переможцами у номинации «Лепшие материалы экономичной тематики». Уже некольких годов на сторонках выданий иснують рубрыки и тематичные сторонки по осветлении реализации державных программ экономичного развития. Прамысловость, вестки с предприемствов, импортозамещение, финансовая дисциплина. Гэта только некоторые проекты, якие корыстаются популярностью учы та чоу. У минулым годзе у Гомельских ведомостях з'явилися новые рубрыки, якие высоко оценила журы 12-го национального конкурсу друкованных сродков массовой информации. Один из них – это про бизнес, в котором мы рассказывали о молодых инициативных предпринимателях, открывших свое дело. Еще один проект – это айтишники, который рассказывал о развитии сферы информационных технологий, о экспорте этих услуг. Для фонда «Миру», ауторитетного и поваженного объединения 2016 год – юбилейный. У Гомель и районах в области у гэтая дни проходят святочные мероприемства. До 55-ти годзе организации – головная мета, якой – умоцование миру помеж народами, расшение доброчинных задач и выхование молодцы. У малой зале областного выканавчего комитета в аурочистой обстановке прогучали слова «подяки» у адрес миротворчого актива Гомельщины и отбылось узнагороджение. Юбилейные гоноровые грамоты Совета депутатов и областного отделения Белорусского фонда «Миру» уручены представникам органов выканавчей и законодавчей улады, членам бюро и правления, старшением районных организаций областного отделения фонда «Миру», активистам партнерских организаций. Осень тем, кто спрыяя умоцованию международного супрацовництва, допомагая у створения и проведения миротворчих мероприемств. Я среди многих, наверное, находилась у истоков создания района нашей организации. И более 12 лет ее возглавляла. Начинали, наверное, с самых азов и сбор взносов, и проведение мероприятий, и международное сотрудничество с соседними районами Украины для того, чтобы объединить детей. Сегодня это очередная встреча по награждению тех, кто внес и вносит определенный уклад и миротворчества. А в целом по области только юбилейными грамотами областного отделения фонда «Мира» будет награждаться 103 человека. Администрация Гомельского технопарка приняла решение об регистрации с 1 червяня еще одного резидента. Такое решение было огучено под час сегодняшнего подведения, выникал деятельности этой установы. Чем могут гонориться гомельчане и какие перспективы чекают зарегистрованные тут компании, ведая Олег Синцерову. В 2011 году Гомельский технопарк начался с 6 резидентов. Сегодня тут работают уже 25 компании, 2 трети из которых занимаются IT-технологиями. В этой сфере у наших предпринимателей оказался великий потенциал. В общем, с тем, с тем же причинами, с IT-технологиями связаны практически все распространения резидентов технопарка. По великому счету, расположить этот факт нескладанно. Высокие технологии, бизнес инновационный, тому у значительной ступени рискован. Технопарк им мстается минимизировать мягчимые страты. Это точка, где идеи бизнеса, а тем более в сфере IT, IT-услуг развиваются и растут. Без технопарка, я думаю, это было бы гораздо сложнее. По статистике, на протягу двух первых годов на рынку застаётся не больше 40% невеликих приватных предприемств. В технопарках, как это показчику двоя больше, их резиденты, звычайно ориентованы на выконание соправды запотребованных проектов. На рахунку товариства «Бордерсофт» сопрацовниц с Державным пограничным комитетом и Национальным банком, сегодня в этой резиденте Комельского технопарка ожитивляю суместный проект с Министерством по податках и сборах. Необходно створить для предприемства программу, яка будет уличивать усе новое увядение от динаминации до электронного декларования. Мы работаем с микрофинансовыми организациями практически всей республики. То есть там автоматическая отправка кредитных историй в управление кредитный регистр. Сейчас вот как бы тестируем электронный счёт фактуры, в принципе, та же история. То есть создаётся некий сервис, который будет позволять в автоматическом режиме отправлять электронный счёт фактуры. Иснует достатково расповсюдженная думка, что технопарки – люстерка экономики. В этой кропке гляжения ситуация не самая горшая, особливо в сфере высоких технологий. Всё ли это выручка от реализации товаров и послуг резидентов Гомельского технопарка перевысила уже 12 миллиардов рублей. Рост экспорта больше 300%, при том, что и летость. Выники были далёко не самыми горшими. Более 53 миллиардов составила выручка, причём порядка 30% от этой выручки. Это экспорт услуг, которые наши резиденты экспортировали в страны дальнего, ближнего зарубежья. Очень радует, что география экспорта постоянно расширяется. В числе стран, в которые поставляют свою продукцию, услуги, наши резиденты. Такие страны, как Соединённые Штаты Америки, Гонконг, даже Чили, Россия, страны Евросоюза. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадио-компания Гомель. Новый микрорайон з'явится в ближайшие годы у областных центра. Не меньше, как 12 шмат поверховок побудуют побольше с улицы Федюнинского. На месте будущей забудовли побывала Марина Северьянова. Когда разговор идти о будовнецтве нового микрорайона, тут шукается, что окроме домов тут з'явится и вся необходная инфраструктура. Школа, детячий сад, поликлиника. Так и будет, но не одразу. Взведение группы домов обумовлено попытом на квартиры людей, которые имеют потребу по ляпшению жильевых умов и готовы будовать их по коммерциным кошкам. Зараз это прикладно 7 миллионов за квадратный метр. Группа жилых домов смешанной серии на любой вкус и цвет, и КПД, и широкий шаг, и в разной этажности. Сейчас мы ведем проектирование и заканчиваем проектирование самого микрорайона сетей. Через пару месяцев мы начнем уже проектирование конкретных домов. Ну и в следующем году мы надеемся уже начать туда подбираться объектами, потому что ПСД будет готово. В принципе, проведем какие-то интернет-опросы на метрбай, чтобы у людей голосовали, может быть, какие-то предложения свои вносили. Как вядомо, колькасть домов, которые сейчас будут по держзаказе, за непростых экономичных умов скорочается. Все лет, например, их появится на 10 меньше, чем летать. А квартиры в коммерциных домах продаются на достатково примальных умовах. У делу долевым будовництвия продугледживает и продаж квартир с минимальной надбавкой. Это как раз для тех, кто стоит на улику для поляпшения жильевых умов. Одним из основных направлений строительства сейчас является развитие работы с нуждающимися. Конечно, да, есть определенные трудности в кредитовании, мы все знаем. Кредитование идет не так активно, и та программа государственного заказа, которая была когда-то, она уже сокращается. Тем не менее, это направление мы не оставляем и принимаем активную работу по проектированию новых домов, групп домов и микрорайонов. Это точечная застройка в микрорайоне 104. У нас есть несколько площадок, которые мы хотим определить для нуждающихся. У нас есть микрорайон 94-96, как группа домов. Не варто забывать, что люди, которые набыли квартиру по нельготным кредитам, могут отримать финансовую допомогу державы в его погашении. На ее можно различить при народжении детей. 60 миллионов выдаются при заявлении первого и 122-го детей. Кроме того, в Беларуси существует система будущих сбережений. Об ее подробно можно доведаться в Беларусьбанку. Марина Северьянова, Валерия Гапанько, Телера, Деокомпания Гомель. Гомельская область заразадзина и в Беларуси, где проводится творчий конкурс «Семья года» сирот миновита приемных семьях. В этом году он прошел в пятый раз. Об отделе заявили 12 детских домов семейного типа. С их же харами и организаторами конкурса устрелись наши корреспонденты. В 2002 году в Гомельской области началась доброчная программа «Будь моим батьком». В загады ее иснования дополняли разные мероприемства, одним из которых стал конкурс «Семья года». В пятый раз по традиции у зельников принял областный палац творчасти «Дятей и молоди». За перемогу спрачалися 12 проемных семей с Кармянского, Нараулянского, Житковицкого, Светлогорского, Брахинского и других районов области. Семьи, которые приезжают на конкурсы, они приезжают и увидят друг друга. Это как бы передается опыт одной семьи к другой. Еще один немаловажный вопрос – это общение между семьями. Они делятся какими-то проблемами, какими-то наработанным опытом, потому что это не так все просто. Деток-сирот, которые были запущены психологически в учебном плане, очень тяжело выводить свет. Но благодаря таким патриотам, нашим родителям, сегодня огромное им спасибо. Любовь у Владимировны Степанцова выховала с мужем пятерых своих детей. Была узнагороджена орденом матью. После того же, как дети разлетелись, женщина вырешила взять на выхование приемных. Сегодня у Степанцовых шестеро таких детей. Трое девчонок и трое хлопчиков. До речи, в конкурсе семья удельничает с момента его заснования – с 2012 года. Хотел бы еще сказать слова благодарности организаторам этих мероприятий. Как дети развиваются, детям это очень нравится. Дети в восторге от того, что они видят, какой-то опыт приобретают. На суд жюри удельники представили выставу работ ручной працы, фотоальбома и концертное выступление. Первое место по выникам всех конкурсных этапов заняла семья Митраховича из Нароли, у которой выховывается 9 приемных детей. Переможцы, кроме других призов, отримали головный символ белорусского детского фонда – статуэтку «Буслан». До речи, в этом конкурсе корыстные подарки организаторы подрихтовали для каждой семьи, незалежно от суммы набранных баллов. Ганна Ковалева, Катерина Сапельникова, Ялген Макенка, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается Международный день медицинской сестры. Фактично, его святкует уже больше, чем 150 годов. Однако официально он был заснованный в 1974 году. Датой святкования – Бранный день на роджение Флоренс Найнтингел, якая организовала первую в свете службу сестер милосерности. День медицинской сестры заснованный Амаль Паустагодзе тому. Прикладно стольки ж этой профессии отдала Раиса Дробышевская. Скончавши Гомельский державный медицинский колледж, яна пришла працавать в областную детячую клиничную больницу и засталась до этого часу. Працовный день начинается в 8-1 ранницы. За измену оказывает допомогу Амаль двум десяткам пациентов. Даже самому маленькому из них часом лет сполняется 10 суток. Кажа профессия складана и потребует доброй сумленности. Однако яна в своем профессийном выборе за всех этой годы ни разу не засумнявалась. Я очень люблю детей, и поэтому я пошла учиться в медучилище. Когда с медучилищем мы пришли на практику в детскую больницу, то я решила, что я буду работать с детками. По следах Раиса Дробышевской пошла и ее дочка, якая зараз працует в этой же больнице. И в целом молодое поколение сегодня охотно освоиваяся стрынскую справу. У Гомельским медицинским колледжа подчас минулогодней уступной кампании конкурс досягал 13 человек на место. Профессию я выбрала хорошую. Я буду помогать людям, нести добро, оказывать первую медицинскую помощь. У Вогу-Лесене у Гомельским колледжи вучится амаль 700 студентов. 250 праздникальки месяцев отримают дипломы и накируются у больницы и поликлиники. В целом же у Гомельской области зараз працует больше 17 тысяч медицинских сестер. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель». Гэты и иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершен и у студы працывала Наталья Игнатенко. До новых встреч в эфире.